Бывший следователь УДК устанавливает Даурен Нурпис, обвинялся в совершении коррупционного преступления. В ноябре 2017 года он расследовал уголовное дело в отношении гражданина Анапина. Анапин причинил тяжкий вред здоровью потерпевшего Бабенко, что и стало причиной смерти последнего. Следователь установил, что свидетель этого преступления Сейлханов также причинил погибшему телесные повреждения. При этом у Нурпис возник преступный умысел на получение взятки от Сейлханова за непривлечение последнего к уголовной ответственности по факту применения насилия к Анапину. 26 ноября 2017 года Нурпис, находясь в своем служебном кабинете номер 2014 в здании УВД города Пустана, в ходе беседы Сейлханова он предложил последним передать ему взятку в виде 40 тысяч тенге. Сейлханов после этого предложения обратился с писным заявлением в антикоррупционную службу. В декабре Нурпис попросил забрать деньги своего отца. Мужчина не знал, что это за сумма. При передаче 40 тысяч тенге его задержали в машине. Таким образом, Нурпис Давлин Резабекул совершил преступление, предусмотренное статьей 366, частью 1 УВД Республики Казахстан, а именно получение взятки, то есть получение должностным лицом лично взятки в виде денег для себя за действия в пользу взяток дателям. Как показал в ходе процесса сам подсудимый, инициатива вознаграждения принадлежала самому подозреваемому Сейлхану. Сейлхан попросил в дело, как прекратишься. Я говорю, а благодарю тебе. Я говорю, нет, первый раз не надо, потом так, как мне нужны деньги уже на лечение ребенка. В ходе второго допроса я ему сказал, что принесли 40 тысяч. Подсудимый полностью признал вину и сообщил суду, что раскаялся в совершенном поступке и готов оплатить штраф в 50-кратном размере взятки. Дело рассмотрели в сокращенном порядке. Смягчающим обстоятельством послужило наличие малолетнего ребенка, отягчающим нарушение присяги. И, по мнению государственного обвинителя, подсудимого необходимо изолировать от общества. Приговор вынесли уже во второй половине дня. Суд приговорил. Но ПИС до вредной резонекулы признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 366 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан, и назначить наказание по статье 366 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан в виде 2 года лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Но ПИСа взяли под стражу в зале суда. Отбывать наказание ему назначено в учреждении Уголовной исполнительной системы средней безопасности. Также он лишен специального звания лейтенант полиции. Я Рахмичин, Дмитрий Гуренко, Виталий Луговской, РТМ.